Пляжница. Руки. Исходное положение. Ноги вместе. Сядь ягодицами на пятки. Динамика. Подай грудь вперед. Руки на ширине плеч. На выдохе толкательными движениями разгибай локтевые суставы. Со вдохом, сгибая руки в локтях, прикоснись полотенцем к пояснице. В каждом повторении напрягай трицепсы как можно сильнее. Кайфуй от движения. Пульсация. Слегка расслабь руки и снова напряги. Движение совершается по малой амплитуде. Даже на грани мышечного отказа следи за техникой выполнения упражнения. Она должна быть безупречной. И это того стоит. Ведь подтянутые руки – обязательный атрибут красивой фигуры. Хорошо. Статика. Задержись в позиции с выпрямленными в локтях руками. Стремись полотенцем как можно выше. Соедини лопатки и контролируй положение плеч. Они не должны опускаться в пол. Подтяни живот. Ощути, как горит трицепс. Восхитительно. Растяжка. Заведи руки за голову. Оба локти вверх. Ступнями зафиксируй полотенце. Передвигаясь пальцами по полотенцу вверх и вниз, ты можешь регулировать степень растяжки. Пытаемся свести локти. Корпус прямо. Таз слегка подавай вперед. Хорошо. Лодка. Помести полотенце под колени. Сгибай руки в локтях и одновременно с этим разгибай ноги, создавая напряжение на бицепс. При каждом движении рук к себе сопротивляйся ногами, уводя их от себя. На вдохе руки выпрямляются, с выдохом сгибаются. Пульсация. Короткая амплитуда движения. Сконцентрируйся на бицепсе. Держи бицепс под контролем и в напряжении на протяжении всех фаз упражнения. Статика. Зафиксируемся в этом положении. Как ощущения? Я уверена, твой бицепс горит. Не забывай держать осанку. Лопатки сведены, плечевые косточки направлены вверх. Старайся не опускать их вниз. Бестатики проигрывают обычные тренировки. И это важная часть моего метода 100 секунд. Ну а теперь отдохнем в растяжке. Заведи полотенце за спину. Большой палец обращен вверх. Корпус держи прямым. Почувствуй растяжение в бицепсах. Дыши медленно и глубоко. Это очень эффективный стретчинг бицепса. Прими положение сидя со скрещенными ногами. Перенеси полотенце за спину. Динамика. Левая рука сверху, правая внизу. На выдохе поднимая выпрямляй левую руку. Правая рука противовес. Создает сопротивление этому движению, стремясь все время вниз. Трудись. И ты будешь гордиться собой по достижении результата. А это здорово скажется на самооценке. Пульсация. Короткая амплитуда. Каждый раз вытягивай руку над головой до полного ее выпрямления в локтевом суставе. Это упражнение помогает убрать дряблость. И как еще говорят, крылья летучей мыши. Это отличная профилактика обвисания кожи рук. Статика. Выпрями левую руку по локтевом суставе и зафиксируй данное положение. Всю эту конструкцию ты держишь трицепсом. Не забывай про спину и ровное положение головы. Королевская осанка – это не только красота и грациозность, но и здоровый позвоночник. Она также важна, как и упругость мышц рук. Растяжка. Регулируй положение полотенца в зависимости от своих возможностей. Понемногу перехватывай его все выше нижней рукой, подтягивая заведенную за голову верхнюю руку вниз. Сейчас наша задача – просто отдохнуть и расслабить натруженные мышцы. Не нужно прилагать чрезмерные усилия в этой растяжке. Повторим то же самое с другой руки. Динамика. Оказавшись в нижней точке, на выдохе разгибай правую руку до полного выпрямления локтя. Остановись на секунду в крайней точке и напряги трицепс, насколько это возможно. Хорошо. Продолжай. Трудимся до последней капельки пота. Пульсация. Удерживай локтевой сустав неподвижным. Работай только трицепсом. Красивые руки один. Красивые руки два. Давай-давай, не останавливайся. Руки и зона подмышек будут в идеальном состоянии. Четче движение. Не отставай. Давай-давай. Статика. Выпрями правую руку в локтевом суставе и зафиксируй это положение. Сейчас трицепс работает на максимуме. Статика значит без движения. Напрягаешь мускулы, но амплитуда нулевая. Такой режим выполнения учит произвольно напрягать и чувствовать мышцы, что, несомненно, важно для прогресса. Растяжка. А теперь замок за спиной. Внимательно следи за тем, чтобы при выполнении позвоночник постоянно вытягивался вверх. Грудная клетка раскрыта, поясница не прогибается. Дыши грудью глубоко и равномерно. Не задерживай дыхание. Умничка. Двигаемся дальше. Прими положение лежа на спине. Полотенце накинь на стопы и запястье разверни к себе. Динамика. Создай напряжение в бицепсах за счет упора ногами в полотенце. Сложно полностью вывремить колени? Ничего страшного. Подкладываем подушечку под копчик или не до конца выпрямляем ноги. Со временем при регулярных занятиях ты станешь не только стройней, но и гибче. Пульсация. Упражнение в статодинамическом режиме. Или иначе сказать, делаем пампинг. Ногами сопротивляйся движению рук. Для бицепса это рай, а не упражнение. Первые результаты ты увидишь сразу же. Чудесное преображение рук. Статика. Максимально прижми локти к корпусу. Ногами продолжай создавать сопротивление. Стопами хорошенько упирайся в полотенце. Дыши медленно и глубоко, мысленно пропуская кислород в мышцы. И, конечно, фокусируйся на бицепсе. Ура! Растяжка. Заведи руки с полотенцем за спину и насладись растяжкой. Вдох медленно, плавно, перетекает в выдох. И зажимов в теле, как и не бывало. Для здоровья и красоты очень важно чередовать периоды максимального напряжения с периодами отдыха. Молодец! Перейди в положение лежа. Динамика. Накинь полотенце на стопы и на выдохе руками подтягивай ноги к себе. Стопами упирайся в полотенце. С обдохом выпрямляй руки. Выдох через сопротивление ногами, тяни полотенце к себе. Я уверена, так руки ты еще не тренировала. Дыши громко и активно. Вот так. Отлично. Пульсация. На смену полной амплитуде движения приходит малая. Двигай руками, слегка разгибая локти. На выдохе подтягивай руки к себе. Твое тело – твой идеальный тренажер. Продолжай. Ты можешь. Молодчинка. Статика. Так, а теперь зафиксируй позу. Руками неустанно подтягивай ноги к себе, а стопами дави в полотенце. Если необходимо, опусти затылок на пол. Стабилизируй дыхание. Дыши медленно и глубоко. Растяжка. О да, заслуженный отдых для твоих мышц. Почувствуй, как капельки пота стекают от линии плеч к запястьям. Ты супер! Горжусь тобой. Отличная работа. Умничка! Поздравляю! Фицет для рук совершен. Полотенце за спиной. Сядь на край полотенца. Другой край возьми руками. Выведи руки вверх. Полотенце должно оказаться за спиной. Тяни руками полотенце назад. Ноги вместе. Коленные чашечки подтянуты. Носки стоп. Направь на себя. Сократи их. Вытяни спину. От копчика к макушке. Слегка опусти подбородок, так чтобы шея продолжила линию позвоночника. Старайся не поднимать плечи к ушам. Опусти мышцы трапеции вниз, чтобы освободить шею. Уводи плечи назад, сводя лопатки. Грудная клетка расширена. Солнечное сплетение подтянуто вверх. Пусть твое внутреннее солнце всегда сияет ярко. Чтобы усилить растяжку, можешь потихоньку передвигаться пальцами по полотенцу вниз, уводя руки все дальше за спину. Пусть дыхание движется словно ветерок по позвоночнику. Вдох, поток дыхания поднимается вверх, выдох опускается вниз. Эта поза растягивает не только трицепсы и плечевой пояс. Задействуются и мышцы ног. Снимается напряжение в этих зонах, способствуя улучшению кровообращения и току лимфы. Учат сидеть прямо, держать осанку и не сутулиться. Прекрасно! Выйди из позы. Согни ноги в коленях. Ступни вместе. Руки со спиной держит полотенце. Потянись коленями вперед как можно дальше, вытягивая плечевые суставы. Подбородок подтяни к груди. Взгляд направь вперед. Расслабь спину, вытягивая плечевые суставы сильнее. Лопатки вместе. Локти направляй внутрь. Постарайся найти баланс в этой позе. Не перенапрягайся. Чувствуй свое тело и тщательно, миллиметр за миллиметром, прорабатывай позицию. Спешить некуда. Будь здесь и сейчас. Дыхание медленное и плавное, без задержек. Вдохи и выдохи – это легкий ветерок, словно нежное дыхание моря. Основной фокус, удерживая на вытяжении рук, в особенности бицепса. Казалось бы, что такого в этой позе? А ты попробуй, и сразу все станет ясно. Это очень полезное упражнение. У него есть ряд преимуществ. Тонизируется позвоночник и органы брюшной полости. Усиливается циркуляция крови в области живота и поясницы. Интенсивно вытягиваются плечевые суставы. Увеличивается их подвижность. Улучшается гибкость кистей рук. Без сомнения. Замечательное упражнение. Аккуратно выйди из позы. Хорошо, двигаемся дальше. Исходное положение сидя, ноги скрещены. Руки за спиной держат полотенце. В этом положении спина автоматически выпрямляется. Ты можешь закрыть глаза или держать открытыми. Выбирай вариант, в котором ты лучше всего сможешь сосредоточиться на технике выполнения упражнения и на своих ощущениях. Выпрями поясницу. Слегка опусти подбородок. Вытягивая шею вверх. Следи, чтобы вес тела распределялся равномерно на обе седалищные кости. Локоть верхней руки слегка отведен назад и тянется строго вверх. Держи плечи на одном уровне, выравнивая все тело. Для достижения максимального эффекта плечо руки, которое снизу, кругообразным движением разверни назад вместе с одноименной лопаткой. Это поможет раскрыть грудную клетку. Непривычная растяжка в этом упражнении часто вызывает непроизвольную задержку дыхания. В этом случае нужно расслабиться и дышать ровно. Успокой свое дыхание. Вдох. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Четыре. Три. Два. Один. Копчик слегка подверни внутрь, убирая излишний прогиб в пояснице. Поменяй руки. Аккуратно заведи их за спину и снова, как следует, натяни полотенце. При надобности регулируй степень растяжки мышц, передвигаясь пальцами по полотенцу вверх-вниз. Выбери комфортное расстояние между ладонями. Если раньше без полотенца тебе, возможно, было трудно выполнить замок за спиной, то теперь у тебя есть прекрасная возможность постепенно освоить данную позу. Помимо отличнейшей растяжки рук, эта асана способствует глубокой проработке грудного отдела позвоночника, помогает улучшить осанку, тонизирует и улучшает подвижность плечевого пояса и шеи. Данная поза, ну, очень хороша после долгого рабочего дня. Она поможет избавиться от стресса и переутомления, подарит расслабление и умиротворение. Есть у этой позы и психоментальный эффект. Она возбуждает подавленные эмоции, усиливает принятие себя и любовь к себе, развивает способность принимать других, снимает признаки депрессивных состояний, тоску, печаль, отчаяние и негативные эмоции. Согласись, чудо, а не поза! Также это упражнение своеобразный тест на хорошую осанку. Получилось ли у тебя соединить большие пальцы за спиной? Обязательно напиши мне в комментариях. Здорово! Крючок. Намасте за спиной. Эта поза напоминает крючок для полотенца. Повесь свое полотенце на крючок, предварительно округли спину. Заведи руки с полотенцем за спину, прижми ладони друг к другу пальцами вверх. Отталкиваясь большими пальцами друг от друга, раскрывай плечи и грудную клетку. Вытягивай и удлиняй позвоночник. Намасте за спиной хорошо растягивает плечи, развивает гибкость плечевых суставов. Эта поза помогает сосредоточиться и обостряет интуицию. Очень помогает успокоиться и настроить себя на правильную волну. Совмести этот жест с глубоким дыханием. Концентрируйся на вдохе и на выдохе. Представь, что дышишь через спину. На четыре счета вдох и на четыре счета выдох. Вдох. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. Продолжай. Молитвенный жест за спиной – одно из самых эффективных упражнений для исправления сутулости. Его удобство в том, что тебе не нужен спортзал для тренировки. Вспомнила про осанку? Сделай эту асану. Постепенно те мышцы, которые ослабли, начнут оживать. И ты естественным образом будешь держать спину прямо. Хорошо. Согни ноги в коленях, поставь стопы на пол, чуть шире плеч. Подверни таз, направляя попчик вперед. Полотенце расположи на спине, держи его в руках. Оно должно плотно прижиматься к пояснице. Округли спину, направляя локти и плечи вперед. Уплись кулачками в живот. Регулируй степень растяжки натяжением полотенца и положением коленей. Слегка сжимай коленями локти, чтобы постепенно увеличивать растяжение. Шея и голова продолжают линию спины. Втягивай грудь. Расправляй лопатки, округляя верхнюю часть спины. Дыши, растягивай вдохи и выдохи. Продыши все те области, где чувствуешь напряжение и дискомфорт. Отпусти напряжение. Отпусти усталость. Освободи свое тело от мышечных зажимов. Эта поза мягко растягивает мышцы рук и спины, особенно ее верхнюю часть, заднюю поверхность шеи. Улучшается подвижность плечевых, локтевых и запястных суставов. Тебе гарантированы новые, ранее неизведанные ощущения. Ты почувствуешь растяжку в тех зонах, о существовании мышц в которых даже и не было догадки. Великолепно! Можешь выйти из позы. Йога-сет для рук завершен. Твой тренер Катерина Буйде. Будь в форме вместе со мной.